всем привет сегодня коротенько рассмотрим две фишки с функцией Bevel первый момент это неправильный скос неправильная фаска которая иногда у нас случается когда мы хотим закруглить какой-то угол то есть получается как вы видели в превьюшке такое неправильное распределение фаски на одной стороне она очень сильная получается на другой стороне маленькая сейчас мы это увидим переходим в режим редактирования выделяем shift alt вот этот ряд грани и через ctrl b вызываем Bevel функцию Bevel вытягиваем и видим что она у нас отработала не совсем корректно да мы видим что по одной стороне она у нас далеко скос пошел по другой стороне совсем немножко абсолютно непропорционально второй стороне почему такое происходит такое происходит из-за того что в начале это был цилиндр и с помощью функции scale мы изменили размер этого цилиндра отмасштабировали по оси уай превратили его в такую таблетку и не утвердили новые размеры если так грубо сказать то есть у нас вот этот размер он не является один к одному к остальным размерам а это всего лишь грубо говоря одна десятая от того размера который был и был он соответственно отрабатывает по этой оси он всего лишь снимает фаску на одну десятую по одной оси и на одну целую по другой оси да поэтому у нас такое неравномерное распределение Bevel по вот этим граням как это исправить в объектном режиме правая клавиша мыши и выбираем scale и мы видим что здесь у нас поменялось значение теперь у нас одинаковый масштаб по всем осям и теперь наш Bevel отработает отлично переходим в edit mode опять же выделяем вот эту грань shift alt и Ctrl B вытягиваем Bevel и вот в этот раз мы видим что он отработал отлично здесь уже можем добавить конечно количество сегментов сколько нам нужно для плавности для гладкости и вторая фишка который мы рассмотрим это плавный переход Bevel с одного размер на другой по одной грани по одной для начала давайте растянем наш кубик выделим вот эту грань и по оси Y ее передвинем добавим пару ребер теперь выделяем тета ребро Ctrl B Добавляем сегментов выделяем вот это ребро Ctrl B делаем еще больше видим что у нас довольно большой перепад теперь вот в этом промежутке нам нужно удалить все грани все фейсы удаляем delete faces теперь переходим в режим выделения ребер и выделяем вот эти ребра через shift обратите внимание я выделяю вот эти ребра только по двум сторонам этого прямоугольника да вот здесь вот ребра и вот здесь по вот этим сторонам ребра остаются нетронутыми с этим внимательно правая клавиша мыши и bridge edge loops и у нас сработал переход и теперь опять же выделяем вот эти боковые точнее говоря вертикальные ребра через shift которые мы выделяли перед этим и еще раз вызываем бэвел ctrl B и видим что у нас добавляются горизонтальные ой вертикальные точнее говоря ребра и переход он становится менее угловатым точнее говоря перевращается из угловатого вот в такой вот плавный переход и сегодня мы Продолжение следует...